подходит такой и такой же сбивает страшно для и зрителей его канала верников 100 до согласен в согласен так вечер добрый я сейчас в ставрополе будет необычное видео специалиста московской биржи даниилом кораблёвым пускай даниил расскажет про то как он сам инвестировал про опыт свой а в конце расскажет про новости московской бирже которую мы не знаем вот так даниил день добрый добрый вечер извинись перед моими зрителями скажи что верников не слышно потому что микрофон один на двоих и не успел накупить накопить микрофон да андрей верников попросил извиниться за то что он не подготовился должным образом к сегодняшнему мероприятию и взял с собой только один микрофон который как очень гостеприимный хозяин повесил на меня поэтому его будет слышно очень плохо андрей просит его простить вы продублировать вопросы и да я буду дублировать его вопрос первый вопрос ты сказал самое главное что теперь трейдеры не будут спать потому что торги начнут начинаться будут самого самого утра первый вопрос который задал андрей это про ранее начало торгов действительно сейчас во все ведутся разговоры ведутся исследования о том чтобы московская биржа начинала торговать раньше а точное время сейчас не могу вернее два есть варианта один начинает в три часа утра по московскому времени соответственно это 10 утра в владивостоке второй вариант 6 утра по-любому это первый дом не первый скажем так а еще один очень серьезный шаг к круглосуточной торговли а причина причина более раннего начала торгов представление больше рукой широких возможностей всем нашим участник чем тут еще не только идет разговор о удобстве наших трейдеров с приморья сибири из урала ну и как-то синхронизировать торговую сессию с азиатскими биржами понятно а теперь про опыт мы говорили про опыт инвестирования самое интересное опыт инвестирования ты имеешь ввиду мой личный опыт инвестирования у меня все очень просто с личными инвестициями поскольку биржи является инфраструктурной организации сотрудникам бирже запрещено торговать на рынках за исключением валюты чем я собственно и периодически покупаю инвестирую в валюту для тех же сбережения для тех же путешествий начиная с 2013 года когда появился клиентский доступ на валютный рынок и можно покупать валюту в тем месте в том месте где раньше это покупали и продавали только банки вот с этим минимальными спрэдами за минимальную комиссию доход с инвестирования уже был до московской бирже я об этом говорю опыт инвестирования до московской бирже его у меня не было единственный опыт инвестирования который действительно был это ваучера который я успешно инвестировал продав его ларьки и собственно если не называть игру в тетаризатор инвестиций других другого опыта инвестиций у меня кроме банального депозита и вот очень интересного такого продукта думаю все про него знают индивидуальный инвестиционный счет другого инвестиций у меня нет продублировать просто мой вопрос андрей верников про новости московской бирже чего ждать какие новости андрей спрашивает таких какие новости ждать от московской бирже действительно очень много проектов есть в разработке и связанных со временем торгов и новые инструменты новые режимы в том числе и на валютном рынке следить это будет скоро чуть ли не ближайшие две-три недели следите за новостями а из тех которые уже состоялись к примеру в апреле месяце на том же валютном рынке появились новые режимы торгов режим торгов на курс центробанка отдельным режимом что очень должно быть интересно российским предприятиям которые ведут внешнеэкономическую деятельность и у которых контракты привязаны курс центробанка есть очень интересный режим торгов скажем долларами валютными парами то есть евро доллара фунт долларов через банк национальный клиринговый центр на в международном мульти рынке через глобального провайдера ликвидности действительно просто безумно узкие спреды очень и минимальная комиссия есть очень интересный режим который позволяет также буду торговать компаниям крупные крупными лотами от одного миллиона долларов это режим идет с небольшой задержкой чтобы скажем так эти компании права ли покупали валюту избегая разбиение их заявки на многие мелких из-за HFT трейдеров вот такие вот инструменты которые появились в апреле месяце и сейчас активно раскручиваются расторговываются на валютном рынке мосбир а вот всякие валюты снг стран они пользуются популярностью ну нельзя конечно сравнивать как видность по вот этим валютам валютам стран снг с ликвидностью по основным валютным парам типа как доллар рубль но тем не менее жизнь в стаканах есть стоят маркет-мейкеры казахстанские тенге очень активно торгуется хотел чтобы ты немножко рассказал про ларису морозовую школа московской бирже школа московской бирже этот проект который мне очень дорог очень важен и ценен потому что да вместе с коллегами участвовал в его установлении не основную роль играл но тем не менее одни из первых вебинаров записывал в школе московской бирже можно найти информацию о любом рынке московской бирже о разного рода стратегиях вот моя любимая это попросила особо отметить ларису викторовну морозову это ее семинары ее вебинары я мне повезло я с ней знаком лично это конференциях на форумах разных выступали вместе очень интересная стратегия вообще ларис виктор она практически узнала что такое биржа практически выйдя на пенсию заинтересовалась как бывший финансист она намного быстрее все это дело поняла схватила и разработала стратегию торговли на на дивидендные акции она что очень приятно в своих вебинарах во время своих выступлений откровенно показывает рассказывают как каким образом она собирает свой портфель как она выбирает акции какими инструментарием она при этом пользуется на какие параметры вплоть до пункта в каких-то решениях какие нужно смотреть для выработки своей стратегии и самое приятное что она рассказывает живым хорошим языком очень доступным понятным и рассказывает абсолютно правда а вот андрей верников спрашивает а московская биржа отслеживать новые проекты например новый канал деньги не спят тинькова естественно отслеживать все эти проекты да мы с коллегами вот недавно как раз обсуждали этот проект но мы обзирают умение до андрей меня задал вопрос про то отслеживает ли биржа разного разного рода новые инфопроект которые появляются и вот больше всего его конечно интересовал проект тинькова и потому что василий мы дружим деньги не спят да называется ведь мы слышали обсуждали я честно признаюсь первого выпуска не видел слышал мнение коллег в планах посмотреть вот завтра мне возвращаться в москву с обязательно скачаю тем более youtube и есть возможность сохранять на телефон то есть можно без интернета все смотреть так что завтра обязательно посмотрите мы с василием мы тоже прекрасных отношениях коллеги ты говори что проект интересный я никогда даже если я слышал какую-то оценочное мнение коллеги пока сам не посмотрю я никогда не буду передавать чтобы и сам их его стараюсь эти мне это мнение стараюсь не запоминать чтобы не настраиваться на что-то чтобы смотреть отстраненным взглядом я считаю чем больше каналов тем больше это на пользу зрителя однозначно чтобы тратить московская биржа вообще отслеживать знать что есть такой канал уверенников 100 то если я сижу здесь и даю тебе интервью и да и эти то извините корреки андрей мне просто просил знает ли на масс бирже про такой канал верников 100 андрей вспомнил сколько раз ты брал интервью у моих коллег у меня на бирже именно для канала верников 100 так же конечно знаем любим смотрим и будете давать интервью безу конечно вот чем я сейчас и занимаюсь есть ты помнишь я вот извини сейчас тебя перебивают мне хочет вопрос задать а когда вот на валютном рынке мосбирже произошло вот это считаю революционные изменения когда дос доступ к торгам и получили клиенты то не банки как раньше торговали а именно клиенты один из пирог кому валу владимир яровой тогда директор департамента валютного рынка до интервью это было у тебя в офисе цериха он с яна морякова приезжал ты ее должен за может быть валут ты не помнишь но эффектно рыжую девушку ты запомнил бы однозначно да ну рыжу помню да ну вот по поводу все-таки московской биржи сам на школа московской биржи какие там спикеры еще профильные эти могут быть интересно нашим зрителям хорошо было год четыре назад я всех спикеров мог перечислить по пальцам одной руки сейчас огромное количество спикеров причем самых разных и не только связанных с финансовой индустрии к примеру вот у меня один из самых любимых роликов был с командиром воздушного судна аэрофлота он рассказывал как как не бояться летать как летать с удовольствием как побороть аэрофобию или же они приходил представитель одного из операторов сотовой связи и рассказывал какие-то лайфхаки как сэкономить на мобильной связи то есть там очень много информации нет которые касаются не только финансовых спикеры очень интересные перечисления их значит просто я начну перечислять кого-то забуду упомянуть и будет обидно неприятно там просто достаточно посмотреть на презентации там все есть а если ты можешь говорить про торговую валюту что ты покупаешь валюту на соски биржи ты можешь сказать как ты понимаешь торговое решение это запрещено нет это не запрещено как я принимаю торговые решения получил зарплату купил все подробно вот все деньги есть а почему валюту купила не бля хранишь ну скажи андрей верник спрашивает андрей верника спрашивает почему я для чего я покупаю валюту ответы банальные это даже нельзя назвать инвестиции это скорее всего накопление сбережений на путешествие вот только и всего то есть а насчет инвестиций да у моей жены есть индивидуальный инвестиционный счет у меня есть индивидуальный инвестиционный счет ну я поступил очень просто я банально насчет купил аппликации федерального займа это нам разрешено пожалуйста все можно сделать он у меня лежат почти там 16 процентов годовых нормально то есть ты не пытаешься на локальные минимумы найти нет не то что по барабану я просто знаю что это я очень люблю такую фразу игра на бирже на бирже работаю я не профессионал в этом смысле я не умею искать локальные минимумы локальные максимумы этому нужно посвящать очень много времени хотя бы потому поэтому нет я этим не занимаюсь это очень интересно но просто банальный от времени какой-то ты получаешь эмоциональный фидбэк от поездок в регион на встречу с инвесторами насчет региональных мероприятий морального фидбэка как андрей сказал да конечно получаю мне это очень нравится я очень очень приятно всегда видеть когда после мероприятия люди к тебе подходят благодаря причем даже если ты не раскрыл ничего нового допустим даже если они знали вот это все вещи для тебя но у них появилась площадку место для общения возможность задать вопрос представителям сферы там по наехал по наехавшим москвичам или же фильм своим коллегам из филиалов вот в данном случае мы проводим от меня мероприятие с компанией церях в городе ставрополя замечательный людмила она она прекрасно организовал от мероприятия полный зал хорошие интересные вопросы были а надеюсь еще будут когда может попросили все вопросы задавать в конце что была возможность оценить их вручить ценные призы компании церях и московской бирже ну и последний вопрос можно продублировать никита карташов критиковал мой канал за отсутствие заставок говорю что острота заставки хреновые не цепляют молодежь ты тоже можешь внести какую-то лепту покритиковать что мне не хватает на канале так озвучу вопрос андрея он попросил меня покритиковать его канал рассказав про слова моего замечательного коллеги никита карташова который сказал что андрея заставки не цепляют молодежь мне заставки нравится единство к может быть и раз уж у меня есть возможность покритиковать или покритиковать отдать какой-то совет может быть особенно вот сейчас особенно молодое поколение в том же самом ютюбе не любит длинные ролики может быть я бы их понятно формат твою твоих записи он специфичные нельзя его превращать в пяти секунд минутный ролик может быть нарезать на несколько серий может быть это просто как вариант хорошо это интервью нарежу на 10 спасибо спасибо да можешь попробовать попрактиковать резать интервью на серии как раз начиная с этого интервью спасибо и у всем удачи